Мои имя Отца и Сына и Святаго Духа Только что, дорогие братья и сестры, мы с вами услышали отрывок из Евангелия от Лухи, в котором повествуется история двух чудес, которые совершил Господь наш Иисус Христос. Первое чудо – это чудо воскрешения дочери некого начальника синагоги по имени Иаир. И второе чудо – это чудо исцеления женщины, которая 12 лет болела кровотечением. И две истории, два совершенно разных чуда, но две истории, которые настолько перепрелись, что в итоге образовалось один сюжет. Конечно, нам сложно понять чувства и состояние Иаира, у которого болеет, смертельно болеет единственная дочь. Мало у кого из нас умирают дети, но все же, если на минуту представить себе положение Иаира, то, наверное, мы бы задавали себе вопросы, почему именно у нас заболела дочь. Почему в горе пришло именно в наш дом, а не в дом других людей, как бы это ни цинично звучало, но все же есть семьи более многодетные, чем моя. Почему болеет именно моя единственная дочь? Почему другие дети могут радоваться, смеяться, а вот моя дочь не может не смеяться и не радоваться? Неужели я настолько грешный человек? Ведь я же не шарлатан, я не убийца, я обычный человек. Но почему среди всех отцов моего города я явился самым несчастным человеком? Но все же, действительно, Иаир многим пришлось пожертвовать ради своей дочери и своим временем, и своим положением, и своими профессиональными встречами по работе, своей работой по дому, по дому и, конечно же, своей карьере. Ведь это был начальник синагоги. В то время Христос не был популярным среди фарисеев, саддухеев, то есть представителей высшего церковного общества. И, конечно же, то, что Иаир обратился ко Христу, не могло остаться незамеченным со стороны представителей высшей церковной власти израильского народа. Но Иаир не боится этого. У него болеет единственная дочь, и он готов всем пожертвовать ради исцеления своей дочери. Он видит, что лекарство не помогает, он видит, что доктора не справляются, и с каждым днем его дочери становятся все хуже и хуже. Единственная надежда на Христа. Уже к этому моменту он совершил исцеление, например, исцеление дочери, исцеление тещи апостола Петра, исцеление прокаженного и многие другие чудеса. И вот он, Иаир, уже предстоит на коленях перед Христом. Он обращается к нему и всю свою надежду возлагает в руки Божьи. Жизнь и судьбу своей дочери он отдает Христу. И Господь не отворачивается от него. Господь принимает ответственность за его дочь и спешит к нему. Но что же происходит дальше? А дальше происходит совершенно неожиданная, неприятная и досадная для Иаира встреча. Среди той толпы, которая окружала Христа, была женщина, которая болела кровотечением 12 лет. И вот она решила прикоснуться к одежде Христа с мыслью о том, что само прикосновение поможет исцелиться ей от этой болезни. И Господь почувствовал, что сила вышла от него. Господь остановился и стал искать того человека, кто прикоснулся к нему. Апостолы стали предлагать свои варианты. И вот нашлась эта женщина. И вот она уже стоит перед Христом, рассказывает всю свою историю, все свои похождения по больницам, по врачам. И вот представьте на минуту, на секунду состояние Иаира. «Господи, что же Ты делаешь? Там дочка моя болеет, каждая минута дорогая. А Ты остановился для того, чтобы выяснить, кто Тебе прикоснулся? Ну ладно, выясни, кто прикоснулся. Тебе интересно служить ее историю? Она же может потом все это рассказать. Там дочь моя лежит. Каждая минута дорогая может случиться все самое неожиданное, самое неприятное, самое страшное. И это страшное случилось. Дочка умерла, пришли слуги, эту страшную неприятную новость донесли Иаиру. Не тревожь учителя, дочка твоя умерла. Ивангельская история заканчивается тем, что Господь воскрешает одним Своим словом дочь Иаира и подает исцеление этой кровоточивой женщины. Вот таких две истории, два чуда, совершенно различных чуда, но две истории, которые причитаются в одну историю, и две истории, которые имеют некую схожесть. Например, мы видим схожесть в том, что и Иаир, и эта женщина, находясь на самом пике своего отчаяния, самые тяжелые минуты своей жизни, они всю свою надежду, всю свою веру отдают Богу. И Иаир в том, что через Слово обращается ко Христу и просит у Него помочь Его горю, а женщина через прикосновение одежды, через свой внутренний разговор со Христом. И второе, что объединяет эти два отрывка, это то, что эти два человека на колени встали перед Христом. Да, для нас, может быть, это такая фигура речи, встали на колени, но для евангельского текста это знак того, что эти люди полностью верили в свою жизнь, в свою судьбу в руки Божьей. Но все это не могло произойти без огромного прыжка в веры этих людей. В чем совершил прыжок веры Иаир? Иаир – это начальник синагоги, это представитель духовной, церковной власти в израильском народе. Само обращение, сам взгляд даже в сторону Христа не мог не остаться незамеченным со стороны иудеев, фарисеев, саддукеев. Он мог в одну минуту потерять свою работу, свою карьеру, остаться вообще без ничего. Но он не боится. Он обращается ко Христу и тем самым проявляет свою веру. А что же женщина? Где ее прыжок в веру? Дело в том, что согласно законам Ветхого Завета, женщина, болеющая кровотечением, не могла не просто к чему-то прикасаться, в храм приходить, она вообще сидела дома. Вот представьте, женщина 12 лет сидит дома. Она не видит людей, не видит мир, она забыла вообще, как лица человеческие выглядят. То есть в какую-то минуту, дерзновенную, она обращается к Господу, «Господи, хватит! Хватит находиться в таком состоянии, это неправильно! Я не хочу этого! Я хочу вернуться в прежнее, нормальное состояние, общаться с людьми, а самое главное – ходить в правду». И вот без этого дерзновения, без этого прыжка в веру невозможно было чудо ни воскрешения дочери Иаира, ни исцеления самой женщины. Да, история евангельская заканчивается счастливой, но она не могла закончиться без этого огромного прыжка в веру. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодняшний отрывок призывает нас к тому, чтобы мы, находясь в самых сложных ситуациях в своей жизни, находясь, может быть, даже на пике отчаяния, может быть, даже тогда, когда руки опускаются, когда ничего не хочется делать, мы не спешили искать выход из этой ситуации. А может быть, так оно и хорошо, может быть, так оно и правильно. Может быть, благодаря этой ситуации, этим событиям мы сможем аккумулировать все свои силы внутренние, душевные, всей своей души, своего характера. И мы сможем по-настоящему прыгнуть, прыгнуть не в пустоту, а прыгнуть через веру к Богу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok